МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МЧС предупреждает возможности коммунальных аварий и перебоях в работе транспорта. Впрочем, в Красноярске эти перебои начались уже сегодня. Личная скромность и отказ от критики. Единая Россия разработала этические нормы поведения членов партии. Министр культуры Владимир Мединский предложил ограничить прокат иностранных фильмов. Иначе, цитата, наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Красноярске, по прогнозам синоптиков, самая холодная ночь за всю неделю. Столбик термометра опустится до минус 38 градусов, а в некоторых центральных районах края похолодает до минус 50. К слову, уже днем из-за мороза возникли проблемы. Перебой в работе маршрута, коммунальные аварии. Подробный материал об этом мы покажем в третьей части выпуска. А пока к другим темам. Хворостовский, Суриков или Остафьев буквально с минуты на минуту официально объявят новое название Красноярского аэропорта. Напомню, россиянам предлагали выбрать известного земляка, в честь которого назовут аэропорт в их городе. В Красноярске в финал вышли Остафьев, Суриков и Хворостовский. Голосование проходило на сайте проекта «Великие имена», на информационных стойках в торговых центрах, газетах и даже на борту самолетов аэрофлота. На сайте за Красноярск проголосовали 124 тысячи человек. 20% выбрали Остафьево, 39% Сурикова, а 40% Ростовского. В Красноярском аэропорту говорят, что смена названия будет чисто юридическая. Его поменяют во всех правовых документах. О том, чтобы менять вывеску аэровокзала, пока речи не идет. Окончательного победителя объявят только после обработки всех анкет. Объявить должны в прямом эфире федерального телеканала. Уже совсем скоро, в течение этого часа мы следим и, как только станет известно, сразу объявим. Голосование за имя для аэропорта вызвало много споров. И сейчас мы спрашиваем вас, как вы считаете, зачем чьи-то имена присваивать аэропорту. Хорошая ли это идея или лучше оставлять прежние названия или называть только исходя из места расположения. Оставляйте свои мнения в группе телекомпании ВКонтакте, а также пишите в Вайбер по номеру 8-923-165-45-00. Что ж, в вечернем выпуске новостей мы проводили смс-голосование на эту тему. Какое имя выбрали бы вы? Предлагали также три варианта ответов, как и на официальном сайте великиеимена.рф, Остафьев, Суриков и Хворостовский. Понятно, что это голосование на итоге конкурса никак бы не повлияло и уже тем более не повлияет, когда результаты уже известны, просто их официально не огласили. Но нам в любом случае было важно знать ваше мнение. И сейчас мы готовы огласить результаты. Итак, 47% зрителей проголосовали за Сурикова, 28% за Остафьева и 3% за Хворостовского. Я отмечу это голосование на нашем смс-сервисе. Всего там проголосовали 453 человека. И буквально еще 10 минут будет продолжаться голосование на нашей страничке в группе телекомпании ТВК ВКонтакте. Вы еще можете оставить свой голос. Ну а пока зачитаем ваше мнение на эту тему. Вот, например, нам пишет Владимир, а где вариант оставить все как есть? Аэропорт Красноярск или еще лучше вернуться к аэропорту Емельянова? К слову, таких мнений большинство, но действительно, такого варианта ответов, к сожалению, нет. Анна предлагает Михаил Федорович Решетнев, и с ней согласны еще 7 человек. Аэропорт Красноярск, и тут все понятно. Куда прилетел, переименовывать и денег еще столько на это потратить. Зачем? Как имена присваивать всему подряд? Россия первая. Вот как снизить стоимость билетов для полетов внутри страны? Ребят, ну не расстраивайтесь, что Хворостовский может победить. Скоро ЖД вокзалу имя присваивать будем. Там точно Суриков победит. К вашим сообщениям мы еще вернемся. С чего начинался конкурс, и с каких имен изначально можно было выбирать, и какие порой курьезные названия предлагали красноярцы? Знает моя коллега Екатерина Широкова, она сейчас в студии. Катя, с чего вообще началась хроника конкурса? Ну, для начала обозначим, откуда идея появилась. И предложили переименовать аэропорты в Общественной палате Российской Федерации. Идея возникла у них осенью. Всего именами знаменитых соотечественников хотели назвать 47 аэропортов по всей стране. И изначально было 400 различных имен. Горожане, общественники, СМИ, в общем-то все желающие предлагали различные варианты. Потом уже местные общественные палаты сокращали этот список, отбирали самые популярные. И затем из них уже можно было выбирать имена на сайте проекта. В лонглист названий нашего аэропорта изначально вошли шесть имен. Это Дмитрий Хворостовский, Василий Суриков, Валентин Войноясницкий, Виктор Остафьев, Иван Ярыгин, Тойва Ряниль, советский художник. Позже к этим именам уже добавили и академика Михаила Решетнева. Пользователи социальных сетей предлагали и много разных необычных, смешных и курьезных названий. Аэропорт Красноярья достойно. Путин-2, зазвучим столично. Считаю, что нужно назвать аэропорт Енисейский и Зори. Красиво звучит. Аста-Сури-Хвора, аэропорт. Точно никому обидно не будет. Емельян Енисеевич, по-свойски так. Гали и имена полиции Пимашкова, Хлопонина, Кузнецова, Толоконского и даже Лебедя. Были предложения переименовать и в честь красноярского дворянина Юдина, первого губернатора Степанова. Но споры возникали не только из-за фамилии на самом деле, но и из-за самой идеи переименования. Люди задавались вопросом, зачем вообще это нужно и кому это нужно. Об этом мы не раз говорили в эфире новостей ТВК. Специалисты поясняли, что такая практика, она вообще-то зарубежная, но широко используется в каких-то странах. Но и у нас применимо. Сейчас около 200 аэропортов в мире носят имена. И мы знаем такие примеры. Индира Ганди в Дели, Шарль Дегой, в Париже и так далее. То есть у нас в России есть уже такая практика. Между прочим, наши соседи, кемеровчане и Алтайский край, они имеют, их порты имеют имена. Германа Титова, например, в Алтайском крае, Юрия Гагарина в Саратове. И некоторые россияне отнеслись вообще к этому конкурсу с юмором и решили, что можно назвать аэропорты в честь популярных современников, которые прославили их регион. Например, Сергея Шнурова выдвинули в Санкт-Петербурге, Логутенко предложили жители Владивостока, а в Омске выдвинули Летово. Хоть эти варианты и лидировали какое-то время в голосовании в социальных сетях, в шорт-лист они так и не попали. Ну и основной причиной, как пишут многие интернет-издания, стало несоответствие образов этих известных личностей, самой идеи конкурса. Но вообще за шорт-лист голосовали до 30 ноября. Сделать это можно было по номеру горячей линии, в социальных сетях и на сайте великиеимена.рф. А еще в пунктах в торговых центрах, в аэропорту, на ЖД и автовокзалах. В общем, организаторы старались охватить, конечно, как можно больше людей, но в итоге все равно без разногласий не обошлось. И даже с тройкой лидеров далеко не все красноярцы согласны. Зачем менять? Пусть будет как есть. У нас столько уже названо именем Хворостовского, уже надоели, если честно. Какое отношение эти деятели имеют к авиации? Аэропортам, если и давать имена, то только авиаторов. Астафьев жил в нашем крае. Воспевал его. Столько произведений, известных всему миру. Неужели его имя недостойно звучать? Хворостовский из метро превратился в антигероя какого-то. Все потому, что во всем нужна мера. Тоже проголосовала за Сурикова. Как имена присваивать всему подряд первые, а вот как снизить стоимость билетов для полетов внутри страны? Ребята, вы не расстраивайтесь, что Хворостовский победил. Скоро ЖД вокзалу имя присваивать будем. Там точно Суриков победит. Астафьев больше любил свой город. Разочарованно. Ну и все же, как бы там ни было решение, принялись. Скоро мы его узнаем. И уже в следующий раз, если что-то решат переименовывать, то, наверное, нужно максимально включаться в процесс, чтобы недовольных было как можно меньше. У меня все, Лиза. Что ж, спасибо, Катя. Это была моя коллега Екатерина Широкова. Вспомнила, с чего начиналось обсуждение конкурса «Великие имена России». Прямо сейчас небольшая реклама на телеканале ТВК, а после мы продолжим читать ваши сообщения по этой теме и будем ждать оглашения результатов конкурса. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Ночные новости» ТВК. Мы продолжаем выпуск. Министр культуры Владимир Мединский предложил ограничить прокат иностранных фильмов. По словам чиновника, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда. Министра также возмутило, что в ноябре в некоторых кинотеатрах страны отвели до 70% сеансов под показ фильма «Фантастические твари». Как утверждает господин Мединский, иностранные фильмы лишают нашего зрителя выбора. Однако многие люди из сферы кинематографа с такой позицией не согласны. На их взгляд, ограничения только навредят в первую очередь кинотеатрам. И если в России качество фильмов станет выше, то никакие зарубежные новинки их не вытеснят в прокате. Министерство культуры в жестком порядке пытается российского зрителя смотреть то, что хочет министерство, а не то, что хочет, собственно, зритель. Потому что вот эти вот попытки ограничения, они, по сути, в первую очередь вредны будут для кинотеатров. А затем, соответственно, когда кинотеатры начнут нести убытки, потому что если они будут находить в прокате и в репертуаре кинотеатров то, что хочется посмотреть, то просто будут уходить на онлайн кинотеатры, на пиратские ресурсы. Ну и прямо сейчас продолжим зачитывать ваше мнение по поводу переименования Красноярского аэропорта. Лилия пишет, оставить так, как есть. Уже есть театры, университеты, улицы, музеи, названные этими именами. Красноярскими или Емельянова. 100% лучший вариант. Еще одно похожее мнение. Пусть останется Емельянова. Очень красивое, громкое название. Уже привыкли в разговоре произносить, что за глупость придумали менять и еще на кого. К вашим сообщениям мы еще вернемся, а пока продолжаем тему. Кто-то за, кто-то против, кому-то все равно. Но в любом случае тема имени для аэропорта вызвала даже неожиданный резонанс и критику. Многие не понимают, зачем нужно переименовать воздушные гавани в таком масштабе по всей стране. Мы записали несколько разных мнений разных людей. Мы спросили об отношении к самому проекту «Великие имена России» и о том, почему его запустили именно сейчас. Давайте послушаем. Это просто такое заигрывание с населением, которому вроде как дали возможность выбора какого-то известного персонажа. К сожалению, это же никак не повлияет на работу аэропорта. С одной стороны, все понятно, потому что государство стремится каким-то образом обозначить новые точки. Понятно, что аэропорты, которые были созданы в период советского времени, имеют там советские названия и так далее. Но вот отказываемся, пробуем отказаться от наследия Советского Союза. Не знаю, что это неправильная затея, если можно так выразиться. Это, конечно, неплохо. Но вопрос в том, что давать это на обсуждение широкой общественности, это не очень обязательно. Потому что люди руководствуются не всегда самыми, скажем так, правильными подходами к выбору имени того или иного объекта. Поэтому в этом смысле, если бы была назначена какая-то комиссия, краевая или городская, или в каждом субъекте, где бы подобрались имена, подходящие, чтобы назвать в честь того или иного человека аэропорта или что-то другое, то, наверное, на мой взгляд, это было бы правильнее, чем устраивать вот такую всероссийскую акцию и по каждому объекту, по отдельности, в каждом городе или там в каждом субъекте. Вот. Поэтому в этом смысле, вот, это, скорее всего, некая пиар-компания для того, чтобы отвлечь внимание людей. Надо знать меру. Во-первых, люди искусства, один художник, один писатель, а другой певец не должны троем представлять наш край и наш аэропорт. Должен быть военный один, да, пусть даже священник один, например, производственник там или кто-то такой. Наша бюрократия, она пытается отвлечь людей просто. Вот этой вот... Ну, у нас всегда будет аэропорт Пулково, в Москве-Шеребетьево. Ну, это бред, ну, это просто вот надо подкинуть какую-то информацию, чтобы народ не думал о том, как нам всем получше жить, да, и посветлее страну сделать. А именно вот об этой, ну, мне кажется, это просто отвлечение масс от насущных проблем. Красноярцы обменяли на монеты с символикой универсиады 6,5 миллионов рублей, а качество и вкус российского пива изменится. Подробнее в рубрике «Новости коротко». В России могут измениться требования к качеству пива. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии. По-моему, по новому техрегламенту солод в пиве можно будет на 50% заменить зерном и продуктами его переработки. Сейчас эта цифра не превышает 20%. А также с сахаросодержащими продуктами сейчас их заменять можно только на 2%. Крупные производители пива уже продержали такое предложение, и понятно, потому что им будет выгодно, и они смогут сэкономить на производстве. В техрегламент также вводят новые виды алкогольных напитков, которые ранее не были прописаны в законодательстве. Это аперитив, коктейль, бальзам, крем и другие. И красноярцы потратили 2 миллиона монет, чтобы обменять их на памятные монетки к универсиаде. Напомню, с 26 по 28 ноября можно было обменять деньги на монеты и купюры с символикой студенческих игр. За три дня в банке принесли 2 миллиона монет на общую сумму более 6,5 миллионов рублей. За них горожане получили 47 тысяч десятиков символов универсиады и купюр. Чаще всего красноярцы, говорят, приносили 10-копеечные рублевые и 10-рублевые монеты. Вы смотрите «Ночные новости ТВК». Мы работаем в прямом эфире. Личная скромность и отказ от критики «Единая Россия» разработала этические нормы поведения членов партии. Свод этих правил получил рабочее название «Заповеди». Единороссам запретят оспаривать и выступать против, а также члены партии должны быть сдержанными и скромными. Всего в этическом кодексе «Единой России» будет пять принципов, хотя изначально предполагалось прописать до десяти заповедей. Утвердить этот список правил партия собирается 7 декабря на очередном съезде. К слову, не все красноярские депутаты оценили эту идею. «Быть скромным и сдержанным – это нормально, я всегда этого придерживаюсь. Что касается не критиковать однопартийцев, считаю, что, наверное, если критика по делу, и в споре истина рождается. Поэтому здесь во многом должно зависеть от ситуации, но, тем не менее, высказывать свое мнение, наверное, это правильно». «На мой взгляд, это все профанация, потому что не нужно заниматься внутренними правилами. Самое главное – создать реальную конкуренцию в стране. Понимаете, если будет реальная конкуренция, независимая судебная система, независимая журналистика, то в этой ситуации, хочешь ты быть вежливым, не хочешь, ты будешь вежливым. По одной же причине, что любую твою ошибку тут же конкуренты будут использовать. Поэтому жизнь сама все равно стоит на свои места». И только что завершился опрос в нашей группе во Вконтакте, где мы спрашивали вас, чье имя должен носить аэропорт Красноярска. И лидирует здесь вариант Василий Суриков. За него проголосовали 59,5%, это 854 человека. На втором месте Виктор Петрович Астафьев, 465 голосов. И замыкая тройку Дмитрий Хворостовский, 116 человек проголосовали за него, или 8%. Я хочу сказать, что до сих пор прямой эфир федерального телеканала продолжается. Гости с ведущими обсуждают этот конкурс и возможные варианты, которые предлагали жители и депутаты в различных городах страны. И пока нету какого-то окончательного результата. Программа будет продолжаться час, поэтому мы в своем эфире можем не успеть огласить окончательный вариант. Но в любом случае, как только появится новая информация, читайте ее на нашем сайте tvk6.ru. Я хочу напомнить, что на официальном голосовании лидировал вариант Дмитрий Хворостовский. Спасибо, что принимали участие в наших опросах. Мы продолжаем выпуск. Уже сегодня ночью в центральных районах края может похолодать до минус 50, прогнозируют синоптики. Спасатели предупреждают, что могут возникнуть коммунальные аварии и перебои в электроснабжении. Ну а перебои в работе маршруток возникли уже сегодня. Красноярцы жалуются, что нужный автобус ждать приходится по полчаса. Ларьки на остановках снесли, греться негде. А теплые остановки, построенные к универсиаде, оказались закрыты. Как горожане переживают холода в сюжете Дениса Козлова. А нужного автобуса так и нет. Сегодня красноярцы жалуются сразу на десяток маршрутов. В минус 30 ждать на остановке приходится до 40 минут. Жду 11-й автобус сейчас. Думаю, он подъедет. Мне повезло сегодня, что он ходит часто. Но вот воскресенье стояло около 30 минут. Очень долго. По минут 20, по полчаса стоим, ждем. Какой автобус? 87-й. Стоять на улице даже в теплой одежде тяжело, жалуются горожане. Ведь согреться теперь негде. Павильоны на остановках все снесли. Как относитесь к тому, что их теперь не осталось и негде греться в мороз? На самом деле негативно. Это было очень удобно. Летом можно было воды попить, купить. Сейчас даже не погреешься. В общем, неудобно. Как обходитесь такие морозы? Прыгаем. А вы? Тоже. И как, помогает? Не очень. Не спасают и так называемые «умные остановки». Их в городе четыре. Две из них возле корпусов СФУ. Они защищены от ветра, с вай-фаем, зарядками для телефонов. Но красноярцы на эти удобства могут только смотреть через закрытое стекло. Вот смотрим, любуемся. Да, зато погода показывает. Светится внутри, что-то красиво. Минус 30. Скорее всего, для нас. Так чисто показать, что вот у нас есть и все. Ну, мне кажется, не столько для нас, сколько, чтобы на универсиаде посмотрели, что они у нас есть. В СФУ, который и строил остановки, говорят, сдавать их хотели в середине декабря. Но из-за холодов и жалоб горожан постараются сделать это быстрее. Но когда точно, не знают. Температура воздуха и, так скажем, недовольство возрастает. На завтра назначена комиссия приемки вот этих остановок, которые с ветрозащитными блоками. По факту уже приемки, ну, примем, не примем, я не могу гарантировать. Но как только акт будет подписан, приемки, мы открываем их. В департаменте транспорта замерзшим пассажирам советуют смотреть, где сейчас находится нужный автобус на сайте ГорТранса, либо узнавать по номеру диспетчерской службы. В мэрии сообщили, транспорта в рейс сегодня вышла на 2% меньше, чем обычно. Машины замерзли. За соблюдением расписания следит Центральная диспетчерская служба НКУ Красноярск ГорТранс. По статье 12.1 мы имеем право привлекать перевозчиков за нарушение схемы расписания движения штраф до 10 тысяч на индивидуальных предпринимателей, до 30 тысяч. К сильным морозам готовятся не только перевозчики, но и соцслужбы. Ну а тем, у кого нет своего жилья и согреться им совсем негде, помогут в доме ночного пребывания. Здесь люди без определенного места жительства могут переночевать, поесть, принять душ, ну а в свободное время даже почитать книги. Отделение у нас рассчитано на 33 койко-места плюс одно место в карантине. Несмотря на наступление морозов, скажем так, с выходных, буквально вот в субботу у нас было 30 человек, то есть три места оставались еще вакантными. Вчера было 32 человека. Морозы продержатся, по прогнозам синоптиков, еще минимум пару дней. Самая холодная ночь будет уже сегодня. Красноярцам же остается только теплее одеваться и ждать оттепель. Денис Козлов, Александр Тропин, Новости ТВК. Вы смотрели ночные новости ТВК. В студии для вас работала Елизавета Курочкина. Увидимся завтра. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова